День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. За искусство. Программа «Синема». Поехали. Насколько она меняется сейчас и на кого делается сейчас упор, ставка, насколько звезды играют, большую ли роль в продвижении картины. Вот. Да, добрый день, Владимир. Да, привет, привет. Привет всем. Привет, всем привет. Олег, привет слушателям. И, может быть, несколько слов сначала про фильмы. Про фильмы, но сначала я просто хотел напомнить, я не помню, вот мы говорили, упоминали или нет про уход французского актера Гаспара Улеля, который вот погиб. Да, тут целая череда произошла утрат, к сожалению. И вот этот актер, и он трагично, что он молод достаточно и погиб абсолютно случайно на горнолыжном курорте, катаясь где-то там по не совсем подготовленным и предназначенным для этого трассам. Без шлема. Он был без шлема еще такая. Спасибо. Что тут скажешь, я тоже, скажем так, поклонник горнолыжного спорта и тоже, к сожалению, катаюсь без шлема. И это, конечно, трагедия на лишний раз напоминание о том, что, возможно, я как-то неправильно себя веду. Ну, а я хочу напомнить, что действительно Гаспара Улеля были прекрасные картины, фильм Жанна Пьера Жанне «Долгая помолвка», где он сыграл Судри и Тату, он сыграл Ганнибала Лектора в фильме «Восхождение», который был немножко до, значит, предыстория, причем там действительно... Молодого Ганнибала Лектора. И он сыграл в фильме «Сен-Лоран. Стиль это я», знаменитого французского кутюрье, фильм Бертрана Бенелло. Вот он действительно очень был похож и повторял жесты и мимику Сен-Лорана, а у него в компании в этом фильме играли Лео Сейду и многие другие актеры. А еще он сыграл вот в фильме «Ксавье Долана. Это всего лишь конец света». Такая драматическая история молодого писателя, который бросил, ну, оставил семью, и вот он возвращается в родной дом, но он неизлечимо болен. И вот такая... Я бы не сказал, конечно, что это такой предвестник был таких трагических событий, потому что это в 2017 году он получил Сезаро за роль в этом фильме. Но вот все равно, конечно, печально, что этого молодого, достаточно талантливого очень актера уже нет с нами и больше других ролей мы не увидим. Кстати, вот сегодня отмечается тоже годовщина со дня рождения Патрика де Вера, тоже ведь был французский очень популярный актер, который, к сожалению, покончил с собой тоже вот примерно в том же возрасте, что и погиб Гаспару Лейли, не успев как-то вот дожить даже до 40 лет. И фильмы «Следователь по прозвищу Шериф», «Фальсирующий», «Приготовьте ваши носовые платки», то есть тоже там очень много картин было, и шли на советских киноэкранах, в принципе, фильмы с его участием. Да, ну и, соответственно, если уж говорить о тех, кто покинул нас, то как бы грех не вспомнить о том, что вот на днях не стало Арниса Лыцит. Да, конечно, тоже такая очень трагическая утрата, и буквально вот год назад он праздновал юбилей, я помню, что мы как раз-таки, дозвонившись по телефону, вот в прямом эфире радио, поздравляли его и вспоминали, конечно, картины, в которых он принимал участие, и много говорили вот, ну, о современных каких-то вот планах на какие-то вот ближайшие будущие. Но вот, к сожалению, его тоже не стало. Да, и просто хочется сказать, что вот когда уходят такие актеры, каждый раз поднимается тема о том, насколько они не востребованы сейчас стали. То есть были популярны в советское время, вроде бы составляли достаточно, ну, можно сказать, золотой фонд, и их ролями можно было гордиться, ими можно было гордиться. Но в то же время, после обретения независимости, как-то и местный кинематограф их не поддерживал, так скажем, какими-то ролями, какими-то не очень о них государство заботилось. И поэтому сейчас вот появляется статья о том, что Выцитис умер, в общем-то, в достаточно, ну, в одиночестве. Его условия жизни нельзя назвать абсолютно какими-то богемными, так скажем. То есть невозможно сравнить то, как живут актеры на Западе и даже в России, с тем, как живут актеры, бывшие звездами в прошлом у нас, например. И это повторяется из раза в раз, то есть эта история, ну, как бы это очень достаточно печально, на мой взгляд. Да, я хочу вот вспомнить сразу в связи с этим, что Татьяна Догилева вот в одном из интервью она вспоминала о том, что как раз в начале 90-х годов, когда ее перестали буквально снимать, она не могла понять, и она спрашивала вот молодых, ну, там, режиссеров, что случилось. И те говорили, Вы отработаны, ну, вот ей прямо сказали, Вы отработанный материал, нас интересуют новые какие-то вот лица, Вы ассоциируетесь уже с советским кино, а вот у нас кинематограф другой. Вот мы хотим, не хотим никаких ассоциаций, вот людей, которые... Ну, как-то очень было страшно, потому что, ну, вот как будто бы она ощутила полную свою невостребованность, и, слава богу, ей удалось как-то вот, ну, сейчас вернуться на экраны, и он более-менее вот, ну, появляется в сериалах, в фильмах. Но, конечно, вот, ну, не сравнить. Точно так же, как Барбара Брыльская, тоже после того, как Польша вышла там из социалистического лагеря, ее перестали снимать, ну, как-то вот это вот прошлое... Ну, да, Польша, мы можем поговорить просто и о наших актерах, Мирдзе Мартинсона, Виа Артмана, их не было на... Ну, конечно, можно говорить, что у нас в то время и не снималось очень много фильмов, но в то же время, то есть, не было как-то организована поддержка этих артистов, должным, на мой взгляд, образом. Вот, и про Лыцитеса можно сказать, что он точно так же, как и многие латвийские актеры, даже после обретения независимости, он оставался востребованным только, ну, только в России, его снимали еще где-то в каких-то сериалах, он где-то появлялся, и поэтому на таком самом популярном новостном российском портале Лента.ру, например, о его смерти было... Заголовок о его смерти звучал так. Умер актер из сериала «Ранетки». Ну, это просто... То есть, у меня, честно говоря, резануло, потому что сериал «Ранетки» — это что-то такое из каких-то глубоких, не помню, 90-х, молодежное, не очень ассоциирующееся с работами Лыцитеса, но, тем не менее, видимо, это то, о чем вспомнил автор статьи, когда ее писал. Вот единственное, что его, как бы, зацепило. Да, к сожалению, вот мы видим, что не всегда вот те фильмы, которые составляют славу, гордость от этих актеров, они на слуху, и они как-то так потихонечку даже уходят эти картины на второй план, мы их реже все вспоминаем. — Хотя, ну вот, новые фильмы приходят на смену, и вот если говорить о том, какие картины сейчас можно будет посмотреть, вот выходит на экраны анимационная версия «Вокруг света за 80 дней». С одной стороны, здорово, что все-таки хоть что-то для семейного просмотра появляется, то есть есть возможность сходить всей семьей. — Еще, ну, пожалуй, такая одна из самых центральных картин. У нас ее перевели как «Вперед-вперед». В России у нее локализованное название «Камон-камон», ну, в принципе, это по аналогии с ее, в общем-то, оригинальным названием. Я думаю, что всех привлечет, конечно, имя Хоакина Феникса в главные роли, хотя фильм очень отличается от Джокера. Он играет, кстати, после Джокера он, это первая его роль в кино. Тоже, я думаю, ну, это будет интересно посмотреть. И Хоакин Феникс возвращается в такой очень необычной роли радиожурналиста, который получает задание, вот у него такой проект интересный, он путешествует по Америке и берет интервью у детей. Он расспрашивает детей о современном мире. И получается так, что ему приходится путешествовать в компании своего племянника, 9-летнего парнишки, такого Джесси, и ему нужно заботиться об этом мальчике. Кстати, вот Джесси играет вот в Уди Норман, и все отмечают, что это очень такой, действительно, парнишка невероятно талантливый, и ему прочат уже буквально звездный статус, что он может стать, вырастив такого очень гениального актера. И это история, которая пытается, ну вот, через детскими глазами, как будто бы взглянув на жизнь, какой видят ее дети, заставить задуматься и взрослых над тем, как быстро пролетает жизнь, зачем мы приходим, с какими детскими, может быть, мечтами. И очень интересный трейлер, ну, фильм сам черно-белый, и у него любопытный трейлер, который основан на монологе Хакина Феникса, который читает какую-то детскую книжку перед сном своему вот этому племяннику. И действительно, это очень интересно, не рассказывая о содержании фильма, тем не менее, монолог создает настроение. Я, в принципе, думаю, что картина будет любопытной, интересной, но, опять-таки, это не широкого зрителя. Да, это такая драма, как бы созерцательная, медленная, устами младенца, так скажем. Ну, Феникс, он, в принципе, должен привлечь, потому что, мне кажется, что в последнее время он стал одним из таких, именно, звезд серьезного кино, и он привлекает, у него есть аудитория своя. Любопытно же, что целое, действительно, семейство вот Хакина Феникса... Я хочу сказать, что изначально звездой был его брат, старший Ривер Феникс, который, к сожалению, погиб в достаточно юном возрасте, при том, что он был прямо звездой поколений, то есть такой Брэд Питт, каких там 80-90-х, такой прямо юный бунтарь и прочее. То есть он был восходящей звездой, и на его фоне, конечно, Хакин терялся, и не мог из-под его тени, так скажем, выйти, но после вот гибели старшего брата ему удалось раскрыться все-таки. Ну, интересно, что таких вот фильмов зрелищных не так много, только вот, пожалуй, «Жажда золота» с Заком Эфроном, но я думаю, что тут скорее такой достаточно проходной фильм, действие происходит в недалеком будущем, где на запрошенном прииске находят два попутчика огромной залежи золота. Ну и тут, значит, все радости сразу, приближается песчаная буря, дикие животные, опасные, значит, какие-то путники, ну и это такой вот триллер-приключение. И еще... Да, я хотел сказать, что, видимо, неделя какая-то такая безблокбастерная, в ожидании, соответственно, на следующей неделе выйдет фильм «Падение Луны», должен быть мегаблокбастер зрелищный, вот и пока в его ожидании, так скажем, ничего особо такого мегазрелищного не выпустили у нас на экраны. Но зато вот появляется фильм, который можно было посмотреть на Рижском фестивале Рига и ФФ, «Худший человек на свете», это такая норвежско-французская мелодрама про очень необычную девушку, которая стоит перед выбором, ей нужно либо оставить своего бойфренда, который вдвое старше ее художников, комиксов, и она увлекается вот новым молодым человеком, и, в принципе, это ее жизнь на распутье. Ну и такая тоже драма, причем многие обращают внимание на очень высокие рейтинги вот портала IMDb, там оценка 8,2, это, в принципе, уже так приближается к каким-то шедеврам уровня «Крестного отца» и другим, поэтому, в принципе, такой завышенный рейтинг ожидания у этой картины. Хотя вот я видел очень интересные рецензии, кто-то говорит, что первые 40 минут – это как бы полное разочарование, затем с 40 минут до часу в этом фильме что-то есть, и вот уже только после часа просмотра, в принципе, приходит осознание, что картина достойна того, чтобы ее посмотреть. Ну вот есть такие фильмы, которые, в принципе, медленно начинаясь, и как бы, может быть, сначала вызывая какое-то такое разочарование, затем оставляют очень приятное послевкусие. Ну такие фильмы надо смотреть в кинотеатре, потому что… Не уйдет. Из кинотеатра, да, не сбежишь. Ну очевидно. Вот я не видел картину, но, в принципе, вот очень хвалят исполнительницу главной роли, Ренату, Рейнсве. И, в общем, картины, еще раз повторю, вот высокий очень рейтинг, и поэтому к ней такое привлечено очень большое внимание. Ну, собственно, вот это вот такие все фильмы, которые выходят на экраны. А я, честно скажу, вот на неделе ничего особенного не посмотрел, чтобы запомнилось. А я могу сказать, что если новинок нету, но я посмотрел, наконец-то, вторую часть «Зверопоя» мультфильма, и если кто-то вдруг ее не посмотрел, а в кинотеатре у нас она идет, то обязательно это нужно сделать, потому что она замечательная. Вторая часть, несмотря на то, что вторая часть, как часто бывает, вторые части проигрывают. А тут вот так не случилось, и вторая часть ничуть не хуже первой. Если кто-то вдруг не смотрел и первую часть, то срочно исправляйте это дело всей семьей каким-нибудь образом. А на вторую идите в кинотеатр. Это отличная история, которая понравится и детям, и взрослым. Там есть и хорошая прорисовка, и интересные персонажи, и песни, и юмор. То есть все, весь коктейль просто идеально подобран, на мой взгляд. То есть я получил удовольствие от просмотра. Еще пришли очень интересные данные киноагрегатора «Гнилые помидоры», «Rotten Tomatoes», который назвал лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Там целый список, но замечу, что это такой любопытный действительно киноагрегатор. Он анализирует профессиональные рецензии кинокритиков. Ну и у него есть там и зрительский рейтинг, но вот он их разделяет. И таким образом у него составляется такой рейтинг свежести. То есть насколько картину она получила позитивные отзывы или все-таки ругательные рецензии. И вот по уровню свежести на первом месте оказался фильм «Человек-паук. Нет пути домой». У него 93% позитивных рецензий, что очень такой действительно редкий случай, очень высокий результат. А из сериалов «Ванда Вижн» у него вообще 98% позитивных рецензий. Ну что поделать? Что тут скажешь? Комиксы так или иначе захватывают рынок. Можно этому негодовать, конечно, можно морщиться. Я, конечно, не сказал бы, что я большой поклонник. В плане зрелищности, естественно, фильмы, снятые по комиксам, их трудно превзойти по плечу разве что какого-нибудь Кэмерона там с оригинальными идеями. А так, в принципе, ну и кто может их превзойти? Но, конечно, это убивает, что тут скажешь, убивает оригинальность, в принципе, хороших идей, хорошие фильмы остаются за бортом. И я, например, опять же, на этой неделе посмотрел фильм «Вечные», тоже по комиксам «Марвел». И я могу сказать, что это, конечно, он, как можно оценить такой фильм? По уровню зрелищности он, конечно же, замечательный. То есть там есть все, там есть драки, там есть костюмы, там есть графика и прочее. Но по уровню какой-то художественной ценности это как бы приближается к какой-то детской книжке «Муха-цокотуха». То есть, ну, не выдерживает никакой критики, так скажем, ни идеологии, ни какая-то химия между персонажами и прочее. Это все на уровне просто зрелищного кино. Когда хочется, иногда такого кино хочется, но когда его становится очень много, это тоже проблема, на мой взгляд. И поэтому, например, я хотел сказать, что вот, опять же, я посмотрел фильм, который, наверное, у нас в кинотеатре не выйдет. Это называется он «Быть Рикардо». Это режиссерский проект Аарона Соркина. Это сценарист, голливудский режиссер. И, в принципе, для меня вот сейчас, я когда, как я написал у себя в Фейсбуке, если я вижу, что в фильме задействован Аарон Соркин, я сразу же обязательно ставлю галочку, что надо посмотреть. Потому что это человек, который пишет сам сценарий, он начинал как сценарист. Со временем, как многие сценаристы хорошие, они хотят снимать свои истории сами. Так он тоже стал снимать свои истории сам. И у него просто, так скажем, образцово-показательные сценарии в плане диалогов. То есть это всегда просто праздник какой-то. То есть это всегда истории, которые просто хочется слушать, диалоги, которые хочется слушать, даже при том, что иногда эти истории как-то, ну, не очень близки лично там вот аудитории, ну, например, мне. В случае с фильмом «Быть Рикардо» это история голливудской актрисы Люсиль Боул. То есть для нашей аудитории это такая, ну, темная лошадка, мы такой не помним. Это звезда, опять же, 50-х, 60-х годов Голливуда. И это звезда сериала «Я люблю Люси». Для нас это, в общем-то, очень, ну, неизвестный, как бы, сериал. Но в Америке этот сериал считается одним из лучших вообще сериалов на телевидении. То есть его внесли в реестр как один из самых лучших сериалов. А для нас это, в принципе, ну, неизвестное. То есть это как ирония судьбы от телевидения, так скажем, американского. Они этот сериал пересматривают, несмотря на то, что он закончился уже сколько, ну, там, 50 лет назад. Они его до сих пор пересматривают. И даже я читал, что делают колоризацию. То есть черно-белый сериал делают цветным и пересматривают опять. То есть он неизменно пользуется популярностью. Ну, и вот про эту актрису, про ее отношения с мужем, который тоже играет в этом сериале. То есть это у них такой творческий был тандем. И как в любом тандеме творческом и семейном, у них бывали какие-то проблемы. И вот, собственно говоря, об одной из таких проблем этот фильм и рассказывал. Вот. И несмотря на то, что и ситуация, и история, в принципе, мне не знакома. То есть наверняка американские зрители, они просто киповали от того, что они видят, как создавался сериал, который они смотрели с детства. То есть это дополнительный интерес вызывает. У меня как бы такого нет, потому что я этот сериал вообще никогда не видел. И у меня, я никогда не знал, ну, ранее имел очень отдаленное представление об этой актрисе. Тем не менее, история, вот рассказанная Соркиным, показанная, она вызвала интерес. И это показатель того, что это действительно отличное кино. И если кто-то вот хочет посмотреть какую-то, на мой взгляд, интересную драматическую историю, снятую хорошо в главной роли Николь Кидман и Хавьер Бардем, это дополнительный как бы плюс, то вот призываю так или иначе сделать это и посмотреть фильм «Быть Рикарду». Я, кстати, помню, очень мне понравился фильм Соркина «Суд над Чикагской и Семеркой». Вот, да, да, о чем я и говорил. Это прошлый его фильм и, в принципе, та же история. Мы не знаем, мы до этого фильма, никто из нас, ну, за редким исключением, ни жители Америки не знал об этой ситуации, о этих волнениях студенческих, об этом в суде. То есть для Америки это какая-то, ну, их история, они так или иначе были в курсе, да, и для них это какое-то описание известных им событий. Для нас это просто новая какая-то абсолютная история, незнакомая нам, и тем не менее было интересно. Но вот мне кажется, что в чем вот эта прелесть? В том, что он умеет всегда преподнести эти события, как вот что-то, поднять их до общечеловеческого уровня. Потому что это история не конкретных там правозащитников, которые боролись там против войны во Вьетнаме, а в принципе это вот, ну, право людей высказывать свое мнение, которые протестуют, очень активно протестуют, считая политику правительства неправильной. Они пытаются вот таким образом донести эти мысли до... Именно поэтому, да, фильм понравился не только американцам, но и, собственно говоря, в Европе. То есть эти события могли происходить где угодно, то есть что угодно. Здесь вот в центре вот какая-то, ну, как бы идея вот несправедливости, что их судят несправедливо, потому что вот просто потому, что они выступают против официальной политики, и это идет вот в разрез, их нужно просто посадить для того, чтобы, ну, как бы загасить волнение, они мешают, мешают проводить политику. И вот это действительно становится центром. Ну да, и вот как там, так и здесь вот диалоги просто отличные. Это, ну, на мой взгляд, в последнее время становится большой редкостью, когда ты слушаешь диалоги, и тебе, блин, не хочется сделать вот так вот, и не сказать, испанский стыд. А ведь я вот все время вспоминаю, насколько действительно мы потеряли вот эту культуру диалогов. Если вспомнить советское кино, там, не знаю, 60-х, 70-х годов, вот у меня стоит на полке такой толстенный том, это цитаты вот из советского кино. И каждый вот практически любой культовый фильм, он разбирается, там, 50-60 цитат уходит в народ, они становятся какими-то поговорками, пословицами, ну, вот какими-то мемами, условно, когда вот тебе нужно описать ситуацию, ты сразу приходит на ум какая-нибудь там, наши люди на такси не ездят, шампанское с утра пьют аристократ или дегенерат. Там можно вот разбирать, каждая фраза, она вот какая-то непроходная. И вот когда вдруг ты смотришь современное кино, где вот корявые фразы, ничего не значащие, какие-то клише, то есть вот, ну, все сделано так, что это сразу забывается, то есть это абсолютно какие-то истертые. Да, нет, ну, это я чуть-чуть, мне кажется, не в том дело, потому что, ну, не хочется старперствовать, конечно, но дело не в каких-то мемах, потому что вот как раз наоборот, сейчас в Голливуде, мне кажется, наверное, любой сценарий, прежде чем его выпустить, особенно там по тем же комиксам, отдается какому-то специальному, мне иногда кажется, что есть такой специальный человек, который потом сидит и вставляет в нужные места какие-нибудь мемы, которые вот просто в нужное время должны обязательно выстрелить. То есть в фильмах того же Марвела это просто обязательно где-то вот должен быть какая-то фразочка, которая вдруг вот должна быть такой внезапно искрометный юмор, да, и это все очень четко запланировано. Но речь не о цитатах, которые, а речь об общем, об общем диалог, ну, как это, об общем уровне диалога, об общем уровне логичности фраз, интересности фраз. Это как, вот это главное теряется, потому что вставить какие-то юморные моменты... Нет, нет, я говорю не про юморные моменты, даже вот просто я вспомнил, что я посмотрел на, сходил в кино, посмотрел «Свингеров», и вот я обратил внимание, что действительно там писал диалоги «Слава Сэ», и там как раз-таки диалоги, они очень, они просто вот, ну, там не просто шутки вставленные, но сам разговор, вот сами фразы, они построены таким образом, чтобы это не было, ну, не было клишированным. То есть вот когда он говорит «Будьте же моим проводником в тёмном лесу алкоголизма», там «всё проведу, всё покажу», вот, ну, какие-то вот, с одной стороны, это и шутка, но с другой стороны, это вот, ну, можно же было сказать это совсем другом, там, вот расскажите мне, там, объясните мне, ну, то есть это было бы всё истёрто. А здесь вот герои изъясняются, может быть, не совсем нашей такой повседневной речью, но она какая-то вот заставляющая каждый раз тебя пропускать через себя вот этот весь диалог, и он как-то вот не звучит проходным. То есть вот действительно в этом есть какое-то очень мясо, сок, вот то, что составляет вот действительно сердцевину фильма. Вот это... Поэтому, поэтому в фильмах, где, поэтому я вот повторю, что в фильмах, где диалоги хороши, их сейчас не так много, и нельзя упускать ни один, так скажем, бриллиант. Возвращаясь вот к фильму «Суд над Чикагской семёркой», просто я хочу сказать, всегда, когда действие происходит в зале суда, ты очень боишься, что это будет очень скучно, ну, то есть напоминать театральную постановку, театральный фильм, где вот в одной комнате люди просто встают и произносят длинные монологи. И вот насколько всё-таки вот Соркин, как и сценарист, и режиссёр, вот сумел построить повествование так, чтобы оно вырывалось за какие-то флэшбеки, то есть чтобы всё время что-то происходило и... Ну, не случайно его первая работа – это сценарий фильма «Несколько хороших парней». Хороших парней, да, который тоже это был... Это просто в зале... Это тоже фильм о военных, но в зале суда там происходит действие, и он просто вот, просто прекрасен. Он входит в число лучших фильмов Голливуда, и в том числе его, ну, многие диалоги, как ты говоришь, вошли именно... То есть у нас есть свой фонд цитат из фильма, у них есть свой. И вот в том числе один из монологов отрицательного персонажа, которого играет Николсон, вошёл просто в число лучших монологов Голливуда. Здорово, когда вот и актёрам есть что играть, и, в принципе, вот мы можем даже перебросить мости к нашей теме, говоря о том, что здесь звезда является, получается, локомотивом фильма является сценарист. То есть если вот, например, ты видишь в титрах, что сценарий такого-то, то да, надо посмотреть. А ведь вот когда мы говорим о голливудской системе звёзд, получается, что она складывалась достаточно долго, и буквально ещё с... Господи, чуть ли не с немого кино. И любопытно говорят, что вначале ведь даже когда фильмы были немыми, в Голливуде не было практики упоминать списка актёров. Это объяснялось ещё и тем, что многие актёров же брали из театров, и многие актёры стыдились того, что они снимаются, ну, в пантомиме, потому что им нужно кривляться, им нужно, ну, изображать преувеличенно жестикулируя какие-то эмоции. И если театральный актёр — это всегда голос, это умение донести голосом какие-то вот мысли до самого заднего ряда, вот это приводило к тому, что многие актёры вообще даже боялись того, что это опустит их репутацию актёрскую в актёрской среде, участие в дешёвом балагане, каким был сначала кинематограф. В принципе, можно сказать, что недалеко ушло. Даже сейчас эти театральные актёры часто говорят о том, что они снимаются в кино так, как хобби, так скажем, основное моё искусство. Ну да, служение, вот служу в театре, то есть это даже говорят «не играю, не работаю, служу». То есть вот призвание, которому ты посвятил свою жизнь. Но, с другой стороны, вот получилось так, что постепенно сложилось, ну выросло своё поколение актёров, которые, когда появился звук, они оказались не у дел, потому что у них были неприятные писклявые голоса, может быть, они, ну вот именно они уже привыкли жестикулировать и немножко преувеличенно играть на камеру. И вот если говорить, ну постепенно, постепенно вот складывалась эта звёздная система, и когда, ну, наверное, вот в сороковые, в золотые годы Голливуда уже действительно были звёзды, там, Кэрри Грант, Рок Хадсон, Джоанн Кроуфорд, там, Вивьен Лис, Кларком Гейблом, там, «Вунесённых ветром», это уже были, ну, как бы звёзды, которых выращивали, которым делали карьеру, там, ведь были студии, чуть ли не заключали браки, решали, кто с кем будет, где-то даже нарочно, ну, они чуть ли не вершили, но это были вот как мы их, их собственность, они сдавали в аренду другой студии, обменивались актёрами, как, я бы сказал... Как сейчас в спорте. Ну, да, в спорте, а я думал, ну, просто как помещики, например, там, вот своими крепостными распоряжались, практически, ведь это, ну, вот такая же система, но в какой-то момент, ну, вот это вот был момент, вот, когда звёзды, ну, вот актёры, они были очень зависимы, и, по-моему, у Джуди Гарланд, там, мамы Лайза Минелли, там говорили о том, что её, ну, практически эксплуатировали, она ещё была несовершеннолетняя, её, ну, не наркотиками накачивали, но препаратами, чтобы она могла, например, сниматься на протяжении 20 часов, съёмочный день, были, ну, вот, условия труда, которые сейчас, ну, просто вызывают отрыпь, шок вообще, ты думаешь, что разве такое вообще было возможно, ну, вот такая эксплуатация. А затем... Очевидно, это было до появления профсоюзов. Ну, очевидно, да. Но затем, вот, я всё пытаюсь привести к тому, что вот эта система звёзд, которая затем уже вот сложилась вот в, наверное, 60-е, 70-е и вот дальше пошла, тогда вдруг вот звёзды действительно вошли во вкус, они уже стали диктовать условия, и вот как-то вот изменилось, вот то они были практически крепостными, то теперь они диктуют условия, потому что публика начинает идти на определённую звезду. То есть вот если есть имя в титрах, ну, в афише, то тогда это уже, ну, своя, как говорится, фан-база, и вот эта фан-база, она идёт и смотрит этого актёра. И действительно, ну, актёры часто были немножко, может быть, заложниками одной роли, как Луи де Финес, там тот же самый, ну, я не знаю, там можно переводить очень много примеров, даже и Чаплин, тот же самый Чаплин, который всю жизнь играл как будто бы одну роль маленького вот этого человечка Чарли. И эти звёзды начинают получать огромнейшие гонорары. Вот я хорошо помню, что в 80-е годы ведь были гонорары, которые казались вообще какими-то невероятными, там, 20 миллионов долларов за роли, это ещё были те 20 миллионов, которые сейчас бы, наверное, это уже было бы 40-50 миллионов. То есть актёры получали за одну картину столько денег, сколько, ну, наверное, бюджет Латвии вообще. Ну, то есть это вот кажется что-то совершенно какое-то невероятное. Они могли покупать чуть ли не свои личные персональные острова. У Траволты сколько там, даже, по-моему, несколько самолётов, просто авиапарты. Ну, мне кажется, что первый актёр, который 20 миллионов получил, это, по-моему, был Шварценеггер, если не ошибаюсь, то есть это было где-то в 90-е. То есть, возможно, с учётом инфляции, это были там в 80-е какие-то большие деньги, но, в принципе, именно сумма в 20 миллионов, она стала фигурировать именно вот, когда вот такие мега-блокбастеры стали появляться, именно, по-моему, Шварценеггер первый такую сумму. Или вот Сталлоне, потому что, по-моему, он заключал тоже какой-то контракт, где три картины, за каждую из этих картин он получал по 20 миллионов долларов. Джим Керри очень быстро попал в этот клуб 20-ти миллионников. Он же вынырнул, вот, маска, сначала был Ace Ventura, затем чуть ли не в тот же год вышла маска, и вот этот успех его просто катапультировал куда-то вот в стратосферу, и уже за Ace Ventura 2, по-моему, он получил 20 миллионов. То есть, это был какой-то совершенно внезапный рост. Я очень хорошо помню, что когда появился Джим Керри, я побежал, тогда интернета, простите, не было, ну, то есть, это было начало 90-х годов, и искать информацию было очень сложно. И я отправился в Старый Риг, была специальная такая библиотека американского посольства, там были книги и энциклопедии, ну, которые вот американское посольство, было она открыта для общего доступа, и там пресса была американская, и в том числе там стоял справочник американского кино. И я кинулся искать, и Джима Керри там не было, потому что он еще, ну, его никто не знал просто, вот он пока печатается, пока составляется, то есть, это вот проходит же все время время. И ты ищешь, думаешь, господи, ну, это же такая звезда, сейчас звезда номер один, его в этой энциклопедии нет. Это я помню, вот, как сейчас, это вот ощущение легкой шока. Да, ну, и вот... Да, сейчас Джиму Керри 60 лет. Да, ему сейчас уже 60, и, конечно, вот мне кажется, что в какой-то момент вот студии, они стали зависеть очень сильно, потому что им нужно было выпускать блокбастер за блокбастером, и блокбастером считался только тот фильм, где играли Том Круз, там, Арнольд Шварценеггер, Селестер Сталлоне. И звезды начали чувствовать вот то, что от них очень много зависит, они капризно выбирали роли, они требовали все больше и больше денег, но на самом деле я, опять-таки, тоже читал о том, что, ну, это только звучит, что мы ужасаемся 20 миллионов долларов. На самом деле, конечно, минус налоги, и огромнейшее количество денег у звезды уходит, ну, это как крейсер с огромной флотилией, ее окружает масса людей, это агент, который... Да, в первую очередь, это, конечно, продюсеры. Вот то, что ты говоришь, что звезды стали самостоятельные, впрочем, я не знаю, я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что это все-таки связано именно с появлением института продюсерства, так скажем, то есть с людьми, которые сами не играют в кино, но решили, что они могут заняться тем, что они могут продвигать талантливых актеров, певцов, актеров, в принципе, неважно, вот, и, соответственно, брать за это часть денег, то есть освобождать актера от необходимости заниматься своим каким-то вот таким неблагодарным делом общения со студией и прочее, то есть брать все это на себя. И вот с появлением таких людей, с появлением этого класса, так скажем, появились именно суперзвезды, которые независимы от студии, потому что за них бодаться со студиями стали продюсеры, которые, значит, выбивали лучшие условия, выбивали лучшие какие-то гонорары больше и прочее. И поэтому, естественно, это стал тандем продюсер-актера, он, соответственно, и требует, чтобы актер зарабатывал не только для себя, но и для продюсера, для стилистов, для всей этой, собственно говоря, свиты, и, так скажем, обеспечивал всю свиту. Поэтому, мне кажется, огромные гонорары, конечно же, больше, многое из них уходит в том числе и продюсеру, и, соответственно, поддержание звездного образа жизни. То есть это... Том Круз не будет ходить в ближайший супермаркет, покупать макароны там по акции и прочее, то есть, соответственно, ему надо поддерживать звездный статус. Ну да, этот звездный статус включает в себя там периодически, чтобы ты попадал там, что кто-то купил новый дом, новые особня за столько-то, за столько-то, то есть эти все вот эти приметы звездного статуса. Но вот мне кажется, что в какой момент, вот я пытаюсь все сообразить, в какой момент эта система рухнула. Потому что если мы посмотрим вот на сегодняшний день, мне кажется, что вот звездность актеров, которые могут собрать зал, их становится все меньше и меньше. То есть, в принципе, вдруг в какой-то момент... Ну, во-первых, у каждой звезды есть хорошие, плохие фильмы. То есть я очень хорошо помню, что казалось, Кевин Костнер идет просто как какой-то... У Сильвестр Сталлоне вроде бы у него там контракт за контрактом, и вдруг несколько картин подряд собирает меньше, чем планировалось, провалы, и это просто какой-то сразу же провал, крушение, и актер становится как будто бы никому не нужен, выбрасывается на свалку, им очень тяжело вернуться в эту обойму. Ну, и сама система кинопроизводства вдруг она поменялась, вот когда появились действительно такие фильмы с огромнейшим количеством эффектов, и сам фильм и начинает собирать деньги вне зависимости от актеров, потому что, ну, даже если мы возьмем тот же «Титаник», ну, не был Ди Каприо настолько популярен, и, кстати, хотели же Тома Круза, но студия требовала, чтобы была звезда в фильме, а Кэмерон говорил, что, ну, Том Круз старова для этой роли, он когда вот с юной вот этой, ну, там, Кейт Уинслет, например, это будет просто, он говорил, совращение несовершеннолетней, ну, то есть, ну, как бы это будет пошло смотреться, там как раз нужен вот какой-то вот молодой, совершенно, ну, может быть, менее затертый вот актер. И в какой-то момент стало понятно, что имя вот режиссера, может быть, там, создатель, уже вот там, когда пишут от создателя, там, такого-то фильма, и этот огромный бюджет, огромное количество эффектов, они начинают работать совершенно отдельно. Более того, сейчас важнее, наверное, чтобы был раскручен сюжет, чтобы этот сюжет уже где-то был опробован. Это экранизация всемирного бестселлера, книги, которую там раскупили миллионными тиражами. Ну, да, на самом деле много факторов, которые стали влиять в большей или меньшей степени, но еще, мне кажется, если так вдуматься, мне кажется, что все эти суперзвезды, они стали заложниками, не заложниками, жертвами, так скажем, индустриализации кинематографа. Вот, я так вот прикинул, я, конечно, не жил там в 50-е, в 60-е, но я предполагаю, что количество фильмов в то время выходило значительно меньше. И, естественно, как бы вкладывая деньги, студии хотели, чтобы там были так или иначе звезды. И количество звезд, в принципе, позволяло их так тасовать между собой, чтобы в каждый блокбастер было там по одной-две штучки. Но потом, со временем, количество фильмов, то есть фабрика грез стала действительно фабрикой, и стало фильмы штамповать намного активнее. И количество звезд просто уже, ну, несопоставимо, невозможно одно, то количество имеющихся суперзвезд, которые, как ты сам говоришь, были капризны и требовали гонорары, то есть размазать на огромное количество фильмов. И, соответственно, звезды стали мельчать, так скажем. То есть их стало больше, но, соответственно, калиброво они стали меньше. Конечно, все равно остаются какие-то мега супер, ну, мега популярные актеры, которые, в принципе, ну, я вот всегда повторяю, там, тот же Том Хэнкс, например, актер, который просто не снимается в плохих фильмах. То есть если ты видишь Том Хэнкс, значит, этот фильм будет так или иначе хорош. Вот, но просто кроме них появились еще... То есть появился класс, если раньше был класс суперзвезд, то теперь появился класс модных звезд. То есть вот сейчас волна поднялась на какого-то актера популярности. Вот он, значит, на волне он снимается во всем подряд. Перейти из класса модных, когда мода прошла в популярное большое искусство, не у всех это получается. И, соответственно, если это не получилось, значит, звезда уходит в категорию там, ну, условно, в категорию Б будет сниматься в хороших фильмах на вторых ролях или в плохих фильмах на первых ролях. Вот. Ну и опять же, что я хотел сказать, что эти, ну, фильмы... Мысль моя ушла, меня покинула. Да. Да, ну, на самом деле, и время нас тоже покинуло, потому что надо, нам у меня показывают, закругляться. Одним словом, сейчас на смену вот этой звездной системе, да, пришли другие ориентиры, возможно, вот значение звезд снизилось. Тем не менее, спасибо большое. Владимир Веселов, Олег Пек, сегодня провели программу «Синема». Смотрите кино, выбирайте фильмы, может быть, принимайте участие, тоже делитесь теми своими картинами, которые вам понравились, и которые вы хотели бы порекомендовать другим. До встречи в следующую среду. Всего доброго. До свидания. Да. Всего хорошего.